Алена Федотовская. Академия магических секретов. Раскрыть тайны. Глава первая. Я скомкала очередной лист бумаги и раздражённо швырнула его через плечо. В этот раз через левое. Бумажная гора за спиной росла с ужасающей скоростью. Горшки с цветами подпрыгивали, деревья за окном нервничали. А Сана хихикала. «Лекса, перестань!» Не выдержала сестрёнка. «Это десятая за последний час». Я возмущённо уставилась на неё и припечатала. «Потребуется, будет и двадцатое. Я должна написать его и точка». Сана неопределённо повела плечом. «Как будто в этом есть какой-то смысл. Мало тебе ответов на твои послания. Ты в меня совсем не веришь!» Нахмурилась я. «А я всё равно добьюсь своего. Вот увидишь!» Сестра благоразумно промолчала, наблюдая, как ветки бьются в стекло, а корни опутывают подоконник. Визжала Александра только первые пару раз. А теперь уже привыкла. Не реагирует. Почти. Я вперила в неё недовольный взгляд. «Знаю, о чём ты думаешь. Нет. В этот раз всё будет идеально. И я получу то, что хочу». Сана улыбнулась. «Очередное проявление чувства юмора у твоего мужа?» «Не называй его так!» скинулась я. «Но!» Я сказала, не называй. «Он не муж, он змей. Во всех смыслах этого слова. Изворотливый, противный и мерзкий. Ненавижу!» Всё началось с того, как на следующее утро после поимки оборотня я побежала в храм. В академии остаться не получилось. Пришлось отправиться вместе с отцом и сестрой, снятой в столице дом. Прошение о разводе писала весь остаток ночи, а утром, не выспавшиеся, зато с чувством выполненного долга, уже стояла на пороге храма. Мне показалось, что главный жрец не удивился, но я хитно заметил, что он не состоит на службе у младшего принца и уж тем более не заменяет собой магическую почту, чтобы отправлять моё прошение мужу. Для расторжения брака требуется согласие обоих супругов. Конечно, я это знала, но так надеялась, что либо для принца другая процедура, либо змей уже своё прошение оставил. Что ж, нет так нет, значит, просто не успел. И я, не мудрствуя лукаво, отправила бумагу прямо во дворец и принялась ждать. Ответа всё не было. Зато через день мне пришло вежливое, но весьма убедительное приглашение посетить гильдию для слушания по делу лорда Ферта и леди Эммы. Отказываться я не собиралась, и, скрипя сердце, отправилась в ненавистное заведение вместе с отцом и Александой. Отец, к слову, уже несколько дней пребывал в таком шоке, что даже пить перестал. Брак дочери с одним из принцев никак не укладывался в его голове. Правда, он иногда говорил, что это закономерно, ведь я такая красавица. На моё желание развестись барон Милм реагировал шипением, но не более. Я проявила твёрдость и сразу дала понять. Мой дрожащий родитель теперь ни на что не имеет права. И распоряжаюсь собственной жизнью. Отныне я сама. Что удивительно, про выкуп отец даже не заговаривал. Гильдия меня не впечатлила. Высокое, в пять этажей, невзрачное здание из серого камня. Разве что на каждом из штырей ограды притулилось по магическому светильнику. Интересно, для чего? Чтобы видеть её издалека? А вот звонок меня заинтересовал. И в самом деле громкий и противный. Надо же, как змей любит мой голос. Слушание состоялось в огромном круглом помещении с тёмными стенами и окнами, занавешанными плотными портьерами. В самом центре стояли друг напротив друга два больших стола в форме подковы. Как объяснил провожавший нас маг, с одной стороны располагалось обвинение и потерпевшие, с другой — обвиняемые, обычно под контролем боевых магов. Я с уверенностью прошла вперёд и уселась за столом для преступников, а на вздох отца и слабые возражения мага не обратила никакого внимания. Буквально через несколько минут зал заполнился. Правда, возникла небольшая давка на входе. Каждый, увидев мой выбор стороны процесса, посчитал своим долгом споткнуться. Где-то на пятом несчастном я уже ухмылялась в открытую. Отец сжимал кулаки, а Сана вздрагивала. Хотя, возможно, ей не права. Не исключено, что вошедшие просто никогда не видели двух одинаковых на Ян. Слушанье оказалось довольно скучным. Ничего нового я не узнала. Разве что именно адептов, у которых бывший ректор Академии отобрал почти всю магию. Одна из них присутствовала. Пугливая, худенькая барышня, с трудом подбиравшая слова. Так, и не закончив третий курс, она покинула Тарринскую Академию и вышла замуж. По-видимому, ей было неприятно отвечать на вопросы, и я мысленно пожалела бедняжку. Но в основном звучали отвлеченные и пафосные фразы об оборотне и его сообщнице, которые покусились не только на магическую силу адептов, но самое ужасное — на жизнь и здоровье принцев. К слову, их высочество на слушании тоже присутствовали. Мартин выглядел отстранённым и смотрел задумчиво. А Даррен меня просто игнорировал. Мазнул пару раз взглядом и только. Отлично. Ну и ладно, обойдусь. Гад, упырь и предатель. Мне задали один единственный вопрос. Зачем я призвала магию Земли, чтобы помочь уйти преступнице? Причём задали его настолько извиняющимся тоном, что я даже засомневалась. А ждут ли они моего ответа? Не так давно на досуге быстро проштудировала нужные книги из библиотеки графа Оттона. Они не имели права допрашивать, и я могла не отвечать. Но произнесла твёрдо и с достоинством. Я не знаю, что удивляет уважаемую гильдию и всех присутствующих. Но хотелось бы напомнить, что леди Эмма в последний момент пыталась остановить лорда Ферта, несмотря на своё отношение к нему. Мы получили несколько минут, которые спасли нам жизнь. Повторюсь, она моя родная бабушка, и я не могла позволить боевым магам убить её. Сила Земли у меня неконтролируемая. Как она проявилась, понятия не имею. Но не жалею, уверяю вас. Я и сейчас поступила бы точно так же. Если вам этого не понять, то примите мои соболезнования. Ответом мне была полная тишина. Все представители обвинения застыли. Похоже, явно не рассчитывали на столь воинственный ответ. Неужели ждали моего раскаяния? Зря. Правда, в этот момент в душе где-то ну очень глубоко шевельнулась благодарность змею. Если бы не титул, меня тут же скрутили бы. Впрочем, ещё и с логова оборотня сразу бы в тюрьму отправили. Но при виде хмурого и очень недовольного мужа, на чьих скулах играли жилваки, благодарность поблекла, а затем и вовсе испарилась. Поджав губы, я нетерпеливо спросила. «Надеюсь, это всё, и я могу идти?» «Конечно, ваше высочество!» Один из магов, сидевших за столом напротив и исполнявших роль следователей, подскочил и поклонился мне. «Благодарю, что уделили нам время!» Я на мгновение встретилась взглядом с мужем, но определить выражение его глаз не смогла. Однако вряд ли в них отразилось понимание. Отец хотел было возразить, но всего лишь схватил за руку Сану, и она не рискнула последовать за мной. Это было и к лучшему. Желание побыть одной просто зашкаливало. Из гильдии я вылетела на большой скорости. Меня уже начинало трясти, и я боялась, что сейчас отовсюду корни полезут. Хотя это вряд ли. Всё-таки здание гильдии настолько пропитано магией, что моя наверняка всего лишь песчинка в море. Однако рисковать не хотелось. Встреченные на пути магии испуганно расступались, и я беспрепятственно покинула негостеприимное здание. И чего все рвутся сюда работать? Я вот совсем не хочу. Забравшись в карету, которая доставила нас в гильдию, я попросила отвезти меня на окраину столицы. Если кучер и удивился, то даже взглядом этого не показал. Со мной вообще никто не спорил. Любое желание выполнялось, все выказывали преувеличенное почтение, аж противно. А что изменилось-то? Да ничего, кроме приставки к моему имени «Ваше высочество». Но никакого счастья от того, что я теперь принадлежу королевской семье, меня не было. И я твёрдо решила избавиться от ненавистного титула и не менее ненавистного мужа. Вот же змей! Карета остановилась у самой кромки леса. Я поблагодарила кучера и отправила его обратно в гильдию, чтобы он забрал отца и сестру, когда они освободятся. Кучер обеспокоенно спросил, уверена ли я, что хочу остаться здесь одна. Кивнула. Чего мне бояться? Я же к другу приехала. Ящер вслед за мной покинул Академию и переместился поближе к столице. Правда, иногда летал к друзьям, чтобы узнать новости. Магическая почта с Академией не работала. Теперь всё было не так, как раньше. «Биарт!» — крикнула по привычке громко, и машущий крыльями ящер тут же опустился на дорогу. Мы с другом пока не рисковали встречаться в доме Оттона, несмотря на браслет. Мне хотелось дождаться слушания в гильдии. Ну что ж, дождалась. «Лекса!» — Берт по привычке ткнулся мордой в плечо. «Как всё прошло!» Что я могла ответить? Вкратце пересказала, что было на слушании, и Берт внимательно посмотрел на меня своими огромными жёлтыми глазами. «Не собираешься с ним мириться?» Я замотала головой. «Нет, и он не собирается, судя по всему. Не спрашивай меня больше о нём». «Хорошо. Как скажешь. Полетаем?» Я улыбнулась и полезла на спину другу. Как всегда, душевное равновесие мне восстанавливал ящер. Правда, новостей из Академии на этот раз не было. Берт не увидел ни Сильвию, ни Джордана, которые, как ни странно, не появлялись в своих комнатах. Интересно, где же пропадают мои друзья? В столицу вернулась поздно вечером. Как могла, оттягивала неприятный разговор с отцом. Пусть он больше не имел на меня никакого влияния, но то, что при нашей встрече будет скандал, я ощущала даже кожей. И в который раз убедилась, что дара предсказания лишена напрочь. Представшая передо мной картина поразила до глубины души. Из снятого оттоном особняка выносили объемные узлы с вещами и укладывали их в две кареты, ожидавшие у ограды. Символ гильдии на дверцах заставил мои брови поползти вверх. «Не поняла. Моих родных арестовывают? Но с какой стати? И почему с вещами?» С языка едва не слетело множество вопросов, даже ладони зачесались. В случае чего я была готова призвать магию, не привыкать. И будь что будет, но родных в обиду я не дам. Но слава богине! Я увидела отца, руководившего резво снующими вокруг слугами. Он выглядел таким довольным, что мысль о пленении я тут же отбросила. На меня обрушился шквал новостей, безусловно, очень приятных для отца и не слишком радостных для меня. О, его высочество принц Даррен оказался щедрым зятем. Барону Милну подарили дом в столице и дали положенный выкуп Занаяну. Как я поняла, по мечтательному взгляду родителя более чем приличный. Второй дом предоставили в моё полное распоряжение. Но самое удивительное — отец получил титул герцога. Я хлопала глазами и не могла поверить, зачем? А потом сопоставила и до меня дошло. Ну что же, змея — отличная попытка обойти закон. Теперь список потенциальных будущих жен расширяется. Подходящих девушек статусом ниже дочери барона всё-таки немного. А вот ниже дочери герцога — предостаточно. Жениться не хочу, мне это не нужно. Ага, как же. Аппетит приходит во время еды. Мы поселились в новом доме герцога Милна. Шикарном трёхэтажном особняке, недалеко от дворца. Со штатом прислуги и полным обеспечением из королевской казны. Отец был счастлив, а я негодовала. В доме, подаренном мне лично, я ни разу не была и не собиралась его посещать. И с удвоенным рвением принялась добиваться развода. К слову, на следующий день мне наконец-то пришёл ответ на моё прошение. Когда увидела написанное рукой змея слово «Согласен», разум воскликнул «Наконец-то». Сердце облилось кровью, а ноги сами понесли в храм. Даже не стала ждать, когда мне карету запрягут. Кучер что-то кричал вдогонку, но я не слышала. Ещё четверть часа, и я стану полностью свободной. Влетела по ступеням в храм и едва не забарабанила по каменной двери. Служитель даже вопросов задавать не стал. Сразу проводил меня к главному жрецу. Тот забрал моё прошение за подписью принца и не смог сдержать усмешки. «Ну что же, ваше высочество, предъявляйте?» «Что?» — не поняла я. «Ничто, а кого? Наследника?» «Какого ещё наследника?» Не сдержавшись, главный жрец рассмеялся и вернул мне бумагу. Под словом «Согласен» была приписка мелкими буквами. «Только после рождения наследника». «Я заскрежетала зубами, он что, издевается?» «Думаю, вы с этим как-нибудь сами разберётесь». Главный жрец забрал у меня бумагу и со смехом добавил «Оставлю себе на память». Домой я вернулась в состоянии сильнейшего раздражения. «Обойдёшься, ваше высочество, без наследника, по крайней мере, от меня». «Да он специально это сделал, знал, что...» «Точно знал». «Следующее прошение я написала за несколько минут и приложила небольшую записку для змея, видя лаконичного «Не дождёшься». Ответ получила буквально на следующий день. И под прошением было всего одно слово «Согласен» и подпись принца. Я даже на свет бумагу рассмотрела, но ничего больше не увидела и радостно поскакала в храм. Главный жрец начал смеяться, едва взял прошение в руки. Я недоумевала, что на этот раз. А он, вытирая слёзы, заметил. «Никак не могу удовлетворить вашу просьбу, леди Алексия, потому что понятия не имею, кто такой змей и почему вы хотите расторгнуть с ним брак». «Что?» Невежливо вырвала бумагу из его рук и едва не застонала. «Вместо имени принца я действительно написала «змей». Вот что значит эмоции». «Ваше высочество, успокойтесь», — заявил главный жрец, хотя, судя по прорывавшимся у него смешкам, это требовалось в первую очередь ему. «Придите в себя, спокойно напишите, вдруг у вас даже получится». Я подозрительно уставилась на него. «Почему мне кажется, что вы уже знаете ответ?» «Вам правильно кажется», — улыбнулся светлейший. «Но любой из нас способен изменить свою судьбу. Всё в ваших руках». Я была уверена. Он сказал это в качестве успокоения и чтобы в очередной раз повеселиться. «Но я всё равно добьюсь своего». Вот я и добивалась, сидя в своей гостиной за столом и уничтожая бумагу. Никак не могла взять себя в руки. Ошибалась, переписывала, снова ошибалась. Но меня было не остановить. Субтитры создавал DimaTorzok